Театр-студия «Другой» готовит благотворительный концерт и премьеру спектакля по Чехову. Подобности расскажет его руководитель Ольга Любицкая. Оля, привет. Привет, Настя. Рассказывай, что за «Другой»? Почему «Другой»? Это название родилось, можно сказать, импровизационно, случайно. Просто организовывала студию, и думаю, как бы назвать. И думаю, ну, не так, не так, как-то не подходилось. Другой он не такой, да? Он не как обычно, мы знаем, театр? Да, не так, да, не как обычно. Другой, просто потому что другой. Расскажи, кто занимается, потому что это твой первый набор, как он в студию. Да, да. Кто эти люди? Это вообще мой первый педагогический опыт. Никогда раньше я не занималась этим, а теперь почувствовала, что у меня уже достаточно опыта и профессионализма, чтобы я могла передавать его кому-то. Вот. Люди занимаются не профессионалы. Кто они? Разные. У нас и разные возрастные категории, и разные профессии. У нас занимаются люди от 14 до 75 лет. Даже так? И как успехи у них? Радуют. Как бы нет ни одного человека, который был бы мимо театра. То есть они все загорелись. То есть вот как они приходили с какой-то целью, они продолжают этой цели добиваться. Кто-то хочет избавиться от речевых каких-то зажимов. Мы в этом помогаем. Кто-то хочет выступать на сцене. Мы даем такую возможность. Кто-то хочет просто общаться, разминаться, растягиваться, то есть заниматься пластикой. Есть и это. То есть это, в принципе, как такое культурное хобби, но в то же время еще и элемент психологии присутствует. Ты говоришь, что от зажимов избавиться. Да, конечно. Какие практики помогают? Что нужно сделать? Дело в том, что тренинг по речи предполагает снятие мышечных зажимов, снятие зажимов психологических речи. Бывает. Потому что без свободного тела и без свободной психики невозможна нормальная хорошая речь. Свободная. Вот поэтому мы занимаемся на тренингах снятие мышечных зажимов и снятие психологических зажимов. Ну, кстати, интересно, что площадку выбрали, спичка. Там как пространство? История, наверное, еще добавляет, да? Да. Да, там вокруг этого помещения очень необычное пространство. В принципе, там такое ощущение, что город в городе. То есть туда заходишь через шлагбаум и несколько зданий старинных. Летом, я думаю, там очень красиво будет. А внутри одно из зданий уже отремонтировано. То есть там на первом этаже спортивная секция, ребятишки в футбол играют. А второй этаж, вот мы обосновались там, там зал. Как бы он не очень театральный, там есть еще над чем работать. И окна заделывать, чтобы можно было театральный свет сделать. И зрительские сидения, зрительские места, чтобы зрителям было удобно сидеть потом. То есть там не только будут, допустим, репетиции, подготовка, но еще и планируют показывать, да? Да, спектакль там же. Да, да. Там большой зал, в отличие от других пространств, где мы практиковались уже со своими работами. Та же республика, я знаю, наверное. Да, там маленькое пространство. А здесь на спичке большой зал. То есть там можно вместить до 100-150 зрителей. Что вы успели уже подготовить, рассказывай. Сейчас мы занимаемся уже второй месяц. 26 числа нам будет два месяца, как прошло первое занятие. И к этому числу мы планируем показать концерт Кабаре. Как бы есть такое название полушуточное у нас. Погода благоприятствовала любви или крыша в пути. Это мы общими усилиями придумали, потому что концерт нетрадиционный, как это принято понимать. Мы поем под фонограмму. То есть мы выбрали хиты из кинофильмов, из современных каких-то вещей. И не рискуя переплюнуть в профессионалов, в певцов, мы сделали инсценировки на эти песни. По сути, гримасничать будете немножко. Ну, как бы подачи с такой, да. Но мы сделали сюжетные вещи. То есть это будут какие-то мини-истории. То есть это не просто даже концерт, там, песня за песней, да. А это именно как такой даже своеобразный спектакль, да, концертная программа? Да, да. И туда же вплели связки из кинофильмов. В основном из советских. Вот получается интересная история. Ребята заинтересовались этим. Сами подбирали музыкальные номера. А мы вот с Женей только придумывали связки. И простраивали, вернее, помогали простраивать сюжеты. Женя – это твоя супруга, коллега по сцене. Расскажи про него, с кем вы делаете студию, чтобы понимать. Евгений Любицкий – это второй руководитель студии. По совместительству мой муж. Вот. Мы с ним вместе ведем занятия. Вместе творить легко? Либо друг друга, знаешь, там, давление, спор и все такое? Или тандем? Как бы по-разному. Это, наверное, нормально. Все-таки в творческой семье и так и должно быть. Мы как дополняем друг друга, так же и противоречим. Потому что у меня свои какие-то мысли, уже не свои. И бывает, что и вспылим. И бывает, и при людях вспылим. Скажи, а вот ученики, тем более, что они непрофессиональные артисты, они могут высказывать свое мнение? Ты прислушиваешься? Либо все-таки ты такой строгий руководитель, что вот я сказала так, значит, вот это режиссерское видение. Нет, вот как раз, когда мы набирали студию и недавно мы разговаривали с ребятами, что для меня важно, чтобы от них исходила инициатива. То есть я жду от них придумок каких-то, сюжетов, мыслей. И вместе мы уже думаем, что подойдет, что не подойдет. Потому что все равно я со стороны, как руководитель, как режиссер, вижу лучше, чем они изнутри. Но, тем не менее, они предлагают свои мысли. Мы приходим к какому-то общему знаменателю, и вот то, что получается, мы делаем в результате. Но как бы у нас, я вот говорю, что недавно состоялся разговор, потому что они начали ждать от нас в основном, наших предложений. То есть покажите, расскажите, а мы будем исполнять чисто, да? Да, да. И сказали, вот вы же мудрые, мы верим в вас, в вашу мудрость, поэтому ничего не предлагаем. Ну и как бы у нас вот был разговор о том, что предлагайте, нужно, чтобы вы для того, для чего пришли, это использовали. То есть вытаскиваете из себя все, что в вас есть. Потому что есть люди, которые, например, они не говорят, где они работают. И на работе они скрывают о том, что они ходят в театральную студию. Я говорю, так вы тогда для чего ходите? Если вам интересно, если вам хочется что-то дать зрителям, что-то из себя вытащить, вы вытаскиваете это. А то получается, что мы и здесь стесняемся, и дома, как бы стесняемся об этом говорить, и на работе стесняемся. Вот, а смысла тогда нет. А нужно здесь максимально реализовывать себя то, что хочется делать. Ну расскажи, а стесняются ли они на репетициях по Чехову? Вот тут-то кажется вообще... Кабаре, ладно, там, песни попеть, поплясать, кажется, проще. А что касается Антона Павловича? В чем сложность как бы драматического материала и прозы играть? Там много слов. И почему мы сейчас взяли концерт, в котором мало нужно говорить? Потому что нам нужно привыкнуть к площадке сначала. Мы до Чехова пробовали работать над другим материалом. Я уже заявляла, что мы хотим сделать пышку по Мапасану. Но она не пошла. Мапасан, наверное, вообще очень сложный будет. Да, он очень сложный. И как бы в задумке у меня было то, что все находятся на площадке. А народный театр, он чем плох, вернее, не плох, а в чем опасность. Что люди занятые. И очень редко случается так, что все находятся на репетиции. И поэтому Мапасана нам пришлось отложить пока. И перейти к Чехову. У Чехова мы взяли несколько ранних его рассказов. И в них, в этих рассказах, находятся, допустим, три человека в одном рассказе. И поэтому, если нет каких-то из людей, мы можем взять любой рассказ и работать с теми, кто есть на занятии, чтобы плодотворно время использовать. Потому что репетиционный процесс должен происходить постепенно и как бы постоянно. То есть, если мы сегодня отрепетировали, а следующая репетиция этого спектакля у нас состоится через неделю, допустим, уже результата не будет. Потому что все забывается, и режиссерам забывается, и артистами. И смысла нет. Оль, пригласи, пожалуйста, зрителей. Когда приходить, где вас смотреть и про концерт, и про премьеру. 26 марта в 19.00 мы приглашаем посетить наш концерт Кабаре под названием «Погода благоприятствовала любви» или «Крыша в пути». Концерт благотворительный, вход свободный. Но мы хотели бы, чтобы зрители, люди знали, что мы собираем средства для детского дома. Хотим на эти средства купить малышам подарки, не знаю, игрушки, сладости, чтобы прийти и как-то скрасить их жизнь. И что касается Чехова? Да. И 6-7 мая мы планируем играть спектакль по рассказам Антона Павловича Чехова. Тоже приглашаем на... Всем приходите. Да. Обязательно. На Ползунова 37. Это территория бывшей спички. Оль, спасибо огромное за интервью. Напомню, с нами была руководитель театра-студии «Другой» Ольга Любицкая. До встречи.